В совет кассы по страхованию от безработицы входят представители трех социальных партнеров – правительство, работодатели и профсоюзов. Согласно установленному порядку, каждый год место председателя совета занимает один из партнеров. Сегодня министр социальных дел Ханна Певкур уступил должность лидеру профсоюзов Харри Таллига. Зачастую профсоюзу в борьбе за интересы наемных работников ставят по другую сторону баррикад от государственных структур и работодателей. По признанию Таллига, если начинается дискуссия, то в большинстве случаев профсоюзам приходится защищать свое мнение перед объединенными силами правительства и работодателей. В ближайшее время перед советом стоит несколько важных задач, в решении которых необходимы единомыслия всех сторон. Нам предстоит разработать новую программу занятости, которую правительство утверждает на следующие два года, то есть на 2012-2013 год. В октябре нам предстоит обсудить вопрос насчет ставок страховых платежей в кассу по безработице. Ясно, что здесь будут достаточно острые споры. По мнению Харри Таллига, самым важным является то, чтобы люди, потерявшие работу, получили максимальную помощь от государства не только в виде пособий, но и в первую очередь в нахождении своего места на рынке труда. Самым больным вопросом остается проблема долговременных безработных, чьи усилия в поисках работы не увенчались успехом в течение года. Они составляют 60% от общего числа безработных. Помимо обычных консультаций и переобучения, эти люди нуждаются и в трудовой мотивации, ведь навыки они уже потеряли. Для них существует специальная система постепенного трудового погружения, когда человек начинает работать неполный день, входя в ритм. Но далеко не каждый работодатель хочет возиться с такими претендентами на должность и даже несмотря на государственные дотации, которые выплачиваются в подобных случаях. Одной из важных задач, стоящих сейчас перед профсоюзами, является повышение пособия по безработице уже в следующем году. В первую очередь для нас не вызывает сомнений, что размер так называемого пособия по безработице, которое выплачивается из государственного бюджета, мог бы быть повышен до половины минимальной оплаты труда уже со следующего года. Пока закон предусматривает это повышение с 2013 года, но учитывая ситуацию, я думаю, что это нужно было бы сделать уже в следующем году. Налоговых поступлений приходит в казну значительно меньше, чем должно быть с учетом новых рабочих мест. Это говорит о том, что люди либо уезжают, либо получают зарплату в конвертах, что не может благоприятно отражаться на внутренней экономике страны. Несмотря на выход из кризиса, многие люди живут до сих пор на грани бедности, а стиль управления некоторых работодателей далек от цивилизованного европейского порядка. Судя по всему, Совету Кассы страхования от безработицы предстоит еще немало работы и остается надеяться, что в благополучии трудящихся заинтересованы все три стороны социального партнерства. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова